Сегодня, сочиняя эти строчки, я проживаю день совсем обычно. Последнее сегодня так привычно наступит, как другие сотни прочих. Ты будешь собираться на работу, опаздывать на пары или в школу, смотреть чемпионаты по футболу и, как обычно, злиться на погоду. Ты будешь догонять восьмой автобус, пить кофе ежедневный в сильной пробке, раскладывать одежду дочек в стопки, играть в шопе на двадцать третий опус. Ты будешь с семьей гулять по парку, билеты покупать у проводницы. Быть может, проведешь весь день в больнице, выслушивая беды санитарки. Секунда. Вдруг исчезнет всякий смысл. Ты выбежишь из тем многоэтажки, а во дворе знакомые ромашки, но в душу словно нож вонзится мысль. Последнее сегодня наступило, и мама не пошлет тебя за хлебом. Напрасно поднимаешь взгляд на небо, ведь небо доступ навсегда закрыло. В слезах ты кинешь телефоны об стену, кричать не надо, Бог уже не слышит. А солнце греет городские крыши, и эхом воют где-то там сирены. А душу леденит ужасный холод, так хочется вернуть назад минуту. А кто-то там так громко бьет посуду, и кровь в висках, так больно, словно молот. Опустишься с надеждой на колени, а в сердце пусто, Бог ушел с планеты. И больше не нужны тебе рассветы, остались миллионы сожалений. О самом главном мы с тобой забыли. Идешь со мной к Богу, Он ответит. Не важно, что автобус наш уедет, ведь, может быть, сегодня наступило.